Этот турнир традиционный турнир. Мы рады, что он проходит в нашем городе, посвященный нашему знаменитому землету. Торжественное открытие 52-го турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти Ивана Григорьева, прошло патриотично. Минута молчания, душевные выступления артистов и почетных гостей города. На турнир приехало полторы сотни юных борцов из 10 регионов Сибири и далекого Камчатского края. Коля занимается почти 10 лет. На бой настраивается, слушая музыку. Ведь это контактный вид спорта, в котором важно подобрать индивидуальный ключик к каждому сопернику. В этот раз мы привезли 9 участников у нас будут бороться. Планы у нас амбициозные. Очень-очень желаем, чтобы кто-то из наших воспитанников поборолся в финале на этом турнире. Представители Алтайского края традиционно сильны. Этот вид спорта здесь очень популярен, развит. И мы опасаемся встреч с вашими борцами. Новоалтайск по праву называют городом борцов. Ведь здесь подготовили более 70 мастеров спорта СССР и России по греко-римской борьбе. 8 мастеров спорта международного класса. Начинался турнир с чего? Да финансирования не было. Никто нам деньги не давал. Мы где-то выкраивали, там судейские, на них призы покупали. Ну, по крайней мере, проводили. Все были довольны. Во-первых, ребята боролись. Но здесь опыт огромнейший. Особенно рядом, кто живут в городах Бийск, Умцовск. Это менее затрата приехать сюда, чем ехать куда-то в Москву. А ведь и сам когда-то боролся на ковре, вспоминает заслуженный тренер России Юрий Казаков. Именно он является одним из последователей и основателя турнира Владимира Кулешова и его организатором на протяжении более 15 лет. Борцовское сообщество всеми силами развивает этот вид спорта, вовлекая в него подрастающее поколение. Юлия Щепина, Михаил Филиппов. День с толком.